Словакия отказалась, если про снаряды от Петра Павла, Словакия как государство в связи с тем, что у них там премьер-фицца, правящая партия, у них теперь еще и президент пророссийский. Но жители Словакии, жители Словакии сами, собрали более 2 миллионов евро на покупку снарядов для Украины, после того, как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и боеприпасов для Киева. Об этом сообщила BBC. То есть Чехии сказали, давайте скинемся, Словакия, правительство сказало, нет, мы не будем скидываться, а жители сами 2 миллиона евро собрали, менее чем за двое суток. Компания пошла под лозунгом, компания по сбору, если правительство не можем, сможем мы. Приняли участие 32 тысячи человек, которые собрали 2 миллиона евро. Что интересно, сбор средств, вот этот в Словакии, запустил Отто Симко, ему сейчас 99 лет, он пережил Холокост, и он принимал участие в словацком восстании против нацистов в 1944 году. Он сказал, объяснил, почему он выступил с такой инициативой. Мы должны выбросить Путина из Украины, мы должны нанести ему поражение. Я пережил Вторую мировую войну, я воевал во время этой войны, и скажу вам, смысла в переговорах с Гитлером не было, и с Путиным нет смысла говорить. Я думаю, что сегодня, в день рождения Гитлера, эти слова человека, пережившего Холокост и в 99 лет запустившего инициативу по сбору средств для Украины, для закупки снарядов, они просто как бы приобретают тройной, десятерной, что ли, смысл. Правда же? Слезы Бога с неба заставят лить и слезы всю Российскую Федерацию, разом с Москвой пишет киборг украинский. Хорошо. Могла ли атака Ирана на Израиль ускорить выделение помощи Украине? Могла, Тимур, могла. Могла, конечно, могла, слушайте. Но это вот удивительная история такая. Но я про это говорил, что потом уже, не во время атаки, а во время атаки у меня просто мысли были о моих близких, о тех, кто там сейчас под атакой, а не о каких-то политических мотивах. И тогда я сказал, не, ну что вы, это несвязанные вещи. Но потом на следующий день, задним числом, я подумал и, по-моему, в воскресенье вам сказал, что да, да. Ну, потому что оставить Израиль без помощи в этой ситуации, сказать, не, мы Израилю пакет не будем давать, не получится, да, особенно у республиканцев. У республиканцев, да, вот что им делать. А, значит, принимать Израиль без, Белый дом сказал, ему Израиль без Украины не примем. Белый дом сказал. Так что у Белого дома, у Байдена и его администрации появился такой козырь, что, ребят, вы хотите Израиль оставить без помощи или как? И все сработало. И, как видите, вот Израиль действительно получил этот самый пакет, в котором, в котором вот достаточно много, да, 26,4 миллиарда долларов на военную помощь. Зеленский только что поблагодарил спикера Палаты представителей, значит, по-английски, а затем по-украински. Благодарен Палате представителей Соединенных Штатов обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее историю на правильном пути. Демократия и свобода всегда будут иметь мировое значение и никогда не потерпят неудачу, пока Америка помогает их защитить. Этот жизненно важный законопроект об американской помощи, принятый сегодня Палатой представителей, не даст войне разрастись, спасет тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Ох, очень круто, правда? Очень круто. Я не про обращение, я про то, что произошло с нами сегодня. Это исторический день. Запомните этот день. Это будет особый день рождения Гитлера для нас. Не обычный такой рядовой день рождения Гитлера, а особый. 20 апреля 2024 года, когда демократия вернулась на свой правильный трек, на правильный маршрут. Нужно забанить какого-то *** с ником Валера. Ну найду, забанил. Великая ***, да, бывает такая шутка. Это я читаю ваши, эти самые, ваши комментарии. Михаил, забаньте, а, забаньте Валеру. Мне не найти этого, надо искать его долго, он где-то прячется от нас. Я нашел, нашел, нашел. О, 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 действительно, слушайте. Да, но это прямо, учитывая все тексты, которые этот человек пишет, это у них положено писать определенные слова, ключевые, за это доплачивают рубль. Ему доплатили рубль за этот пост еще отдельный. Поэтому я его действительно забанил. Эта задержка стоила столько жизни наших воинов. Да, Татьяна, и воинов, и гражданских. Я знаю, это правда. Ну что теперь делать? Это так. Мы теперь должны либо спасать остальных, либо говорить, нет, мы сами, вот вы пишете это. Да, вы правы, абсолютно правду вы пишете. Мы сейчас должны сказать Америке, все, мы вас теперь не возьмем. Раз вы так нас тогда обманули, мы сейчас у вас помощь не возьмем. Или сказать, ну давайте, что мы можем сделать дальше. Мне вот этот тоже много смотрел. В Конгрессе США сегодня был субботник. Да, смешно. По-ленински, правильно? Скоро же день рождения Ленина, а к дню рождения Ленина положено же субботник в ближайшую субботу к дню рождения Ленина. С детства меня так учили, правильно? Шабатник, субботник. Вот. Точно, точно. Жить надо по-ленински, по-коммунистически. Смотрел я российские оппозиционные, опять-таки, каналы. И там идет уже неделю разборка этого фильма про 90-е годы, как там приводили к власти Ельцина. Березовский, Ходорковский, Абрамович, еще какие-то люди, не помню, Чубайс, в общем, все плохие и так далее. При том, что в фильме все правда, что сказано. Ну, на 90%. Я просто не все факты мне известны. Ну, многие прям точно известны от участников событий. Все правда. Но у меня все время один вопрос. В смысле, и что? И? Вот мой любимый вопрос вообще к любому такого рода фильму, произведению, он самый удобный, потому что он состоит из одной буквы. И? Ну, и, виноватый, да, в 90-е, да, все эти люди, да. И? И? Вот. Мне все время как-то кажется, что надо смотреть на следующий шаг, а не на то, что было 30 лет назад. Сколько уже? 35, да? 35 лет назад. Типа, ах, 35 лет назад неправильно поступил Чубайс. И? И? А я думаю, что это наш Борис Джонсонюк уговорил Трампа, а тот уже дал указание спикеру, поэтому спикер так быстро переобулся. Наоми говорит, ну, слушайте, все может быть, Наоми, все может быть. Тут, вот, кстати, интересно, можем даже провести еще один опрос, честно. Потому что вот кто, кто смог-то, кто смог убедить? Вот я не знаю, Байден, Джонсон, Дуда, кто смог убедить? У меня нет простого ответа на этот вопрос, просто нет. Ну, как, данных же изнутри нет. Борис Кунацарство, это я всегда за. Извините, может, хватит про Гитлера? Ну, как? Сегодня день рождения, мы Путина поздравляем, вы что? Как, может, хватит? Я же говорю, это специально сделали в этот день, чтобы поздравить Путина таким способом. Поэтому я не могу хватит про Гитлера, потому что для меня Путин и Гитлер равные персонажи совершенно в этой истории. Но единственное, что Путин жалкий. Ну, в смысле, масштаб его, конечно, не тот. Хоть он вроде такой же злой, только ума не палата, не хватает этих. Харизма, вот, харизма слабовата по сравнению с Гитлером. Но методы те же, результаты действий те же, к сожалению. Поэтому я их ставлю в один ряд, поэтому и говорю о нем. Я, заметьте, не каждый же день на нем зациклен, но день рождения-то как. Джо Байден призвал Сенат как можно скорее разместить этот документ и отправить, а рассмотреть этот документ и отправить на подпись в Белый дом. А вот еще что там, о, слушайте, сейчас описку вам будут читать. Он тут подробностями, подробностями оброс. И вот насчет того, что там кто, что, это, значит. И еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима, режима по вине киевского. Так, что еще? Что касается закона о конфиска... А, мы же еще с вами не поговорили. Отдельно же был принят закон о конфискации российских активов в Соединенных Штатах Америки. Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно еще разобраться с деталями. В любом случае, если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки. Это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности. Вот понимаете, они такие смешные, такие наивные, вот эти люди типа... Ну, я понимаю, что Песков не сам писал, откуда бы у него такие буквы. Но вот эти людишки, кстати, это же не только Песков, это китайцы такое заявляли, индонезийцы заявляли, похоже, что, дескать, нельзя конфисковывать российские активы. Это подрывает доверие к западной банковской финансовой системе. Но вы знаете, в чем секрет? Я вам сейчас раскрою страшную военную тайну. Только никому не рассказывайте. Лайк поставьте, на канал подпишитесь, кто не подписан, но тайну не раскрывайте. Значит, все эти людишки, вот они говорят, понимаете, если конфисковать, это же получается нарушить священное право собственности. Россияне переживают за право собственности, которые воруют у нас зерно и переживают за право собственности. Украли у нас атомную станцию, переживают за право собственности. Они унитазы воруют, а переживают за право собственности. Они паровозик в Херсоне украли, а переживают за право собственности. Но, а что, есть альтернатива? В чем смысл? Страны не западные, страны развивающиеся, скажем так, ну типа Индонезию, можно назвать развивающейся страной, они держат свои активы в долларах и в евро. Либо в долларах, и тогда это в США, либо в евро, ну можно еще в фунтах, тогда в Британии, в швейцарских франках, тогда в Швейцарии. Все так, все честно. Но типа они такие выйдут, скажут, слушайте, после того, что вы конфисковали российские активы, Америка, Европа, Швейцария и Британия, вы для нас больше ненадежные. Мы не будем у вас хранить. А где они будут хранить? В наволочке в Куала-Лумпуре, что ли? В чем они будут хранить свои активы-то? Других-то нету. В мире всего, кроме долларов, евро и фунтов и швейцарских франков, что еще есть? В тенге они будут хранить? Вложат в кыргызскую экономику? Сомы кыргызские? Ну вот реально, Индонезия что должна сделать со своими деньгами? В чем хранить свои резервы-то? У них что, есть варианты? Так их нету. В юанях у меня плохие новости. Китай держит свои активы в долларах. И в евро, а не в рублях. И вообще не в кыргызских сомах. И даже не в армянских драмах. Понимаете? Или драхмах, я не помню. И не в турецких этих самых лирах. Какой нюанс-то оказался интересный. И даже не в бразильских реалах. Наоборот, Бразилия держит все в долларах. Поэтому, наоборот, Соединенные Штаты захотят, арестуют, захотят, не арестуют. Выбора нет. Альтернативы нет. Это монополия. Монополия. Поэтому, так как это монополия, так как выбора нету, то Песков говорит, ну тогда все уйдут с американского рынка и не будут туда вкладывать. Нет. Тогда все не будут войны начинать агрессивные. Потому что все держат денежки в США. И когда они увидят, что у одной такой небольшой странной страны под названием РФ, которая держала денежки в США и решила напасть на соседей, все отобрали, то после этого китайцы скажут, подождите, у нас тоже отберут? Тогда мы не будем никого нападать. И индонезийцы скажут, подождите. Мы, конечно, собирались напасть на Восточный Тимур. Но, блин, у нас что, за это отберутся наши активы? Так мы что, дураки? Ищут дурака в другом ауле. Это шанс прекратить все войны. Понимаете? Нет, ну там гражданскую войну в Ниге, в Ниге, в Нигерии. Мы так не остановим в Нигере. У Нигера нет активов. В этом же вся суть того, что может прийти на смену войне. Всеобщее процветание, всеобщее богатство, обогащение, оно приходит на смену войне. Когда страны третьего мира действительно хотят богатеть, у них становится больше активов, они их держат в надежных бумагах и так далее. То есть в долларах и евро, по сути, или в производных от доллара и евро, по сути. Тогда они понимают, что они должны соблюдать правила, чтобы разрешили хранить здесь денежки, а не отбирали эти денежки. И у них выбор. Либо вы их храните у нас, и тогда у вас процветает экономика, растет, жители обогащаются, перестают голодать, но тогда вы не имеете права развязывать агрессивную войну. Либо вы имеете право развязывать агрессивную войну, но тогда вы у нас хранить не будете. И большинство стран мира, но у которых есть башка, а не только жопу размером с Сибирь, они решают, что все-таки лучше ни на кого не нападать, агрессивных войн не развязывать, а денежки хранить в США и Евросоюзе. Вот в чем ключевая ошибка, как мне кажется, товарища Пескова. Но вы ему не говорите, а то полумнеет, не дай бог. Этого говорить ни в коем случае нельзя. Вот согласно с Михаилом, конфискация важна как прецедент. Напали, ждите конфискацию. Да-да-да, конечно, это правило должно быть. Не просто прецедент, такое правило. Напали, конфискация. Напали, конфискация. Ведь сегодня, кроме вот пакета в помощи Украине, Израилю и Тайваню, принят еще пакет по поводу Ирана. Там, внутри вот этого первого пакета по безопасности, где запрет ТикТока возможный, там самые большие санкции против Ирана за последние годы введены. В частности, санкции против торговли иранскими дронами. То есть, теперь странам, разным странам мира запрещено торговать иранскими дронами. Это плохие новости для многих стран мира. Иранские дроны стали политическим фактором по миру. Они продают странам, опять-таки, третьего мира, которых где-то с кем-то воюют, дроны. Не только Российской Федерации. Они на этом наживаются, во-первых. Во-вторых, их дроны становятся инструментом влияния, иранские дроны. Я, например, помню, что когда началась наша война, когда впервые иранцы поставили дроны россиянам, я заметил такую новость, что Иран открыл завод, ну, франшизу вынул по производству этих шахедов в Таджикистане. А теперь завод закроется. Ну, либо Таджикистан попадает под санкции США, чего он явно не захочет, либо он просто закроет этот завод. Вы знаете, мне кажется, все-таки перелом, ребят. Все-таки вот это перелом. Ну, потому что перелом должен быть военно-политическим. Не чисто военным, а военно-политическим. Турция. Знаете, да? Путин не поехал в Турцию, отменил все визиты. И уже Песков говорил, не, ну, у нас не было в планах ездить в Турцию, хотя до этого говорил, что есть. А почему? Потому что Турция закрыла платежи россиянам. Я сейчас не про обычных рядовых людей, не про обычных рядовых граждан. Я про то, что компании большие, которые что-то закупали в Турции, российские, не могут теперь этого закупать, в том числе для военной промышленности, потому что нельзя платить в турецкие банки. Турецкие банки это закрыли. Путин звонил сто раз Родогану, говорит, ну, подожди, братан, что, счета, как, почему? Сказал Родоган. Я под санкции американские. НИХТ, не хочу. НИХТ. Я сейчас дочитаю, кстати, вам еще немножко. Пескова тут какая-то последняя фраза. И, конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить, это про конфискацию. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Видимо, откажутся от доларов. Скажут, доларес, доларес, Ибарури, доларес. Нам доларесы больше не нужны. Мы в России переходим на кыргызский сом. Правильно? Вот единая валюта, кыргызский сом. Все. Вот накопил, заработал зарплату в рублях, хочешь ее как-то сохранить, чтобы защитить от инфляции, покупай кыргызский сом в любом киоске. Сом – это не рыба. Это деньги такие в Кыргызстане. Кыргызский сом. Я тоже сначала думал, что рыба. И все время поражался, почему там чиновники говорят, у нас есть 20 миллионов сомов. Я такой думал, господи, откуда у них 20 миллионов сомов? Что они с ними делают? Я думал, какая-то сверхдержава в озере Иссык-Кудево отлавливает сомов. Но оказалось, что все не так однозначно. Продолжение следует...